Приветствую вас и для начала хотелось бы сказать, что вы не передаете сути. То есть вы не рассказываете, например, с каких пор начали выгонять своего мужа. Вы не рассказываете нам, с каких пор происходит такая ситуация, что вы ссоритесь и говорите друг другу гадость. Этого всего вы не говорите. При этом, прочитайте нас, дадьте вам некоторые советы по возвращению своего мужа. И вы знаете, сейчас советы, которые могут дать вам эксперты, они будут разнятся. Они будут разниться. Мне бы не хотелось давать вам их. То есть давать вам какие-то конкретные советы действительно, потому что я думаю, что давать советы не было бы этичным. А я думаю, что сейчас ваш мужчина, если я правильно вас понял, относится к вам очень негативно. Мужчина находится сейчас в состоянии аффекта. Он не настроен на то, чтобы как-то с вами взаимодействовать. И поэтому я думаю, что сейчас самым лучшим для вас вариантом будет оставить человека в покое, не трогать его какое-то хотя бы время. Чтобы он немножечко пришел в себя, чтобы он немножечко успокоился. И вот когда он успокоится, вы сможете обговорить с ним те вопросы, обговорить с ним те проблемы, которые у вас на время. Потому что проблем явно довольно много. Понимаете, в чем дело? Если вы пишете, что это происходит систематически, то есть систематически вы своего мужа выгоняете, значит конфликт начался не сегодня и не вчера. Конфликт уже довольно долго имеет место быть. И вот так сразу советами его не решить. Пожалуй, можно и даже нужно порекомендовать вам, вот после того, как ваш муж успокоится, можно порекомендовать вам обговорить с ним, чего же он все-таки хочет. Что же ему все-таки мешает чувствовать себя полноценным? Что же все-таки его не устраивает? Вот эти моменты, я думаю, можно было бы с изрядной долей вероятности назвать ключевыми для вас. Почему? Потому что, простите, но до тех пор, пока желания вашего мужчины не будут выявлены, недовольство вашего мужа не будет вам понятно, пока вы не выслушаете его и не вскроете изначальную первопричину вашего конфликта, который у вас длится, как я понял, уже не первый день и, наверное, не первый месяц. До тех пор, пока не будет выявлено основное противоречие, и это противоречие не будет разрешено, а его можно разрешить только предметно разговаривая с вашим супругом относительно того, что его волнует. Ну, нельзя говорить о решении проблемы, к большому моему сожалению. И, таким образом, суммируя все вышесказанное, мне хочется для вас выделить такие основные направления по решению ваших проблем, как Первое. Дать ему успокоиться, сейчас его не трогать. Если он продолжает вас оскорблять, это является следствием аффективного аффекта, который он сейчас переживает. Оставьте его. Не трогайте какое-то время вашего молодого человека. Вот, серьезно. Дайте ему возможность немножечко успокоиться. Дальше. Следующий важный момент. Попытайтесь спросить его, когда разговор зайдет, когда разговор будет более-менее адекватный, более или менее такой, знаете, не в виде монологов, да, а диалогов, когда вы чувствуете, что мужчина к вам прислушивается, вот, задайте ему вопрос, что же, собственно говоря, его не устраивает? Вот, чего он хочет сейчас, на данный момент, момент? И вот, когда вы это поясните, ну, вообще-то говоря, вам будет больше, более понятно, вам будет более ясно, что вообще вы сами можете из того, что он хочет, с чего вы можете ему предоставить. Потому что, быть может, случится такая ситуация, что мужчина заявит вам о таких же желаниях, которые вы удовлетворить будете, например, не в силах. И тогда можно говорить о том, что вы не можете дать друг другу то, чего каждый из вас хочет. И последний аспект, это самый важный, вам нужно хотя бы для себя решить, с какого момента вот это у вас все началось. Вам нужно самой, для начала, определить точку отсчета. На мужчину в этой ситуации, в этом обстоятельстве, надеяться не стоит. Потому что он, даже если какая-то проблема есть, он вам ее не скажет. Ибо гордость, самолюбие не позволит ему как-то сказать, что его там что-то задевает и так далее. Но без решения первичной проблемы у вас не получится найти корень ваших конфликтов, корень ваших проблем. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Хочется напоследок сказать, что если вам хочется действительно своего мужа вернуть и действительно все исправить, что-то, пожалуйста, более подробно и более предметно поясните вашу ситуацию, желательно со всеми тонкостями, со всеми нюансами, чтобы можно было дать рекомендацию именно вам, именно конкретно вам. И, знаете, именно советов, именно советов дать не стоит. Потому что психолог это не друг, психолог это не там, товарищ, это специалист. А специалисты не дают советов, они дают рекомендации. Они дают средства для решения проблем. Как эту проблему вы будете решать? И сам акт решения этой проблемы зависит от вас. Мы за вас, к сожалению, проблему решить не можем. но помочь вам увидеть это решение, помочь вам отойти от субъективного, достаточно узкого взгляда на вашу проблему, это вполне реально. Вот в этом я и могу вам помочь. На этом еще раз все. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok